Доброго дня, друзья! С вами команда Николая Сомсикова, агентство недвижимости Титул. Мы очень рады поприветствовать наших дорогих подписчиков, ну и, конечно же, наших гостей. Куда без вас, дорогие гости? Усаживайтесь поудобнее, приготовьте все самое вкусное, что у вас есть. Чай, кофе, плюшечки, мороженка, пироженка, что у вас есть. Присаживайтесь, друзья. Сегодня мы будем смотреть дом, который находится в Ставропольском крае. Если уже, как бы так, конкретику, это Новоалександровский район, называется поселок Ладовская Балка. Дом находится по улице Школьная, 92, и дом у нас кирпичный, 67 квадратных метров, участок 30 соток. Вот сегодня мы будем смотреть этот домик, и я думаю, что наверняка, увидев этот ролик, кто-то скажет, я хочу купить этот дом. Друзья, если у вас такое желание появилось, первое, что вам необходимо сделать, это посмотреть ниже, в описании к этому ролику обязательно будет указана. Цена этого дома, его площадь, площадь земельного участка, конечно же, номер телефона собственника. Кроме того, друзья, там будет указан номер телефона менеджера, специалиста по недвижимости Ольги, вот, и, соответственно, ватсап ее. То есть, если вдруг собственник не отвечает, вы можете позвонить Ольге, Ольга с удовольствием, Седнева Ольга, это наш специалист, она с удовольствием ответит на все ваши вопросы, поможет именно направить там, созвониться, дозвониться там по тайным телефонам, но обязательно соединит вас с собственниками. Ну что, друзья, давайте начнем этот домик смотреть. Но прежде, прежде, я немножечко расскажу о самом поселке. Ладовская Балка, это поселок с населением 4200 человек, то есть, ни маленький поселок, ни забитый. Дорога, которая проходит рядом, то есть, ведет Новоалександровск, и можно чуть-чуть свернуть, попасть в Ставрополь. То есть, соответственно, отсюда автобусные направления, кстати, я узнал, едут в город, автобусы едут в город Новоалександровск и в Красногвардейское село. Это тоже огромный поселок, огромный такого городского типа, с хорошей инфраструктурой. То есть, если что, оттуда туда можно ездить. Что есть у нас в поселке? Для начала, в поселке есть школа 11 классов, большая школа, находится она, друзья, как бы в центре этого поселка. Соответственно, где-то, ну, 2-2,5 километра отсюда надо будет проехать, конечно, для того, чтобы попасть в школу. Два детских сада, ближайший к вам детский сад, находится на расстоянии приблизительно 1 километр. Дом культуры, библиотека, магазины, спортивный комплекс, больница, пекарня. До города Новоалександровск, это районный центр, 29 километров. До Ставрополя, 120 километров. До Черного моря, друзья, 312 километров. Захотите поплескаться, милости просим. Ну что, друзья, вот основную информацию я вам рассказал. Давайте теперь более подробно рассмотрим этот домик. Короткое вступление сделал. Вот, меня уже ругают, что я долго вначале говорю, поэтому коротко. Вот он наш домик. Сразу скажу, что на участке у нас две постройки. Есть еще, вот так сказать, ну, условно летняя кухня, потому что там котел отопления, там само отопление. Это постройка у нас саманная, обложенная кирпичом, крыша шифер. А это чистый кирпич и крыша у нее, у этой постройки тоже шиферная. Вот, ну, по забору вы видите в хорошем состоянии металлопрофиль вот такого лазурного бирюзового цвета. Очень красивая. Правая граница, получается, где вот этот стол. Сейчас покажу, друзья. Тут, кстати, заметили асфальтированная пешеходная дорожка, то есть к магазину. Магазин 300 метров. 300 метров, там будет асфальтированная дорога. То есть дорога, которая подходит к дому, она у нас гравина, видите, но она такая ровненькая, хорошенькая. Не, скажите, ни с ямами, ни с колдобинами и тому подобное. Вот, машина только повернула с асфальта. То есть, 300 метров будет асфальтированная дорога. кстати сразу пока не отходя от кассы через топ у нас светодиодные осветительные приборы то есть соответственно друзья когда вы идете в магазин вечером возвращаетесь с работы и так далее у вас дорога освещена и радует конечно что асфальтированная пешеходная дорожка да я не могу сказать что на 5 плюсом пятерочка да с минусом твердо есть когда и вы не погрязи как говорится не грязь месяца спокойно вот так идете хотя опять-таки гравийная дорога это тоже как бы после дождей после снега там нету такой грязи вот здесь у нас получается границы нашего дома вот то есть вот этого уже начинается ваша территория по фасаду но где-то метров 20-25 ну собственно говорит приблизительно 24 вот как-то так вот здесь у нас есть вот такие ворота красивые распашные тоже из металлопрофиля вот с элементами ковки такая вот рама красиво очень и здесь у нас как бы наша калитка добро пожаловать как говорится но еще рано друзья еще рано здесь у нас находится колодец водяной то есть счетчик для того чтобы снимать показания у нас находится в этом колодце если как говорится силы хилого городского парня позволят а тут замок да да тут замок друзья собрался собрался рубик открывать не обратил внимание но резиночку увидел понял что замок все друзья здесь находится кран перекрытия здесь находится счетчик соответственно показания снимаем здесь и если что воду перекрываем здесь и это радует там я вам говорю магазин вы из школе к детскому садику здесь у нас получается чисто жилой сектор еще раз обращаю внимание что фонари на столбах есть оптоволокно друзья я здесь не видел в поселке она есть но здесь по этой улице я его не видел это у нас колодец связи телефонный телефонный провод вот он я вижу идет и кстати линия телефона заходит у вас дом то есть на первое время интернет по телефонному кабелю у вас может быть вполне вполне левая граница как вы заметили вот ну вот вроде бы все друзья такой вот основную информацию рассказал обратите внимание на ширину то есть вот такой вот придворовой территории то есть где-то до забора приблизительно около 10 метров будет так что очень даже хорошо ну что вперед давайте смотреть что у нас есть внутри ай какой красивый виноградник прям до зимой я помню что снимал ролик да конечно без зелени тут все смотрится не фонтан а тут прям вот красотища ну что заходим шпалеры тут такие вот металлические хорошие вот и вот такой вот у вас живой навес причем не просто живой навес друзья он еще у вас и вкусный навес особенно вот там вот где собачонок бегает рыжик там такой сорт винограда такой ближе к розовому не очень понравилось здесь друзья виноград и столовой и винный я такой от жадности сразу две очень вкусно честно говоря друзьям я тут уже фальшивлю я уже пока ходил смотрел полопал этот виноград не он очень понравился поэтому когда есть возможность покушать я как говорится пробу вот такой двор весь он полностью друзья забетонирован ну пару тричин но они сразу говорю это я сейчас тут капризничаю вы делались они на самом деле не споткнешься об них ничего такого здесь нет то есть не критично не категорично ворота распашные из металлопрофиля пожалуйста вот ну и сама калитка здесь почтовый ящик вот перед домом у нас есть вот я туда зайду обязательно сейчас покажу еще раз давайте так панорамочка посмотрим двор полюбуемся тут машины две может даже три если это чуть-чуть вперед подать три машинки заедут это конечно хорошо гости приедут к вам там летом сибири или может там с питера какой можно будет пригласить это вот постройка еще раз напомню сама на обложенный кирпичом да есть три щенки понятно что это не 2010 года постройка до старенький домик но целом смотрится все добротно хорошо ничего никакого там пузо и тому подобного чтоб там валилось ничего такого не там даже близко друзья даже вот какая-то души на смотрю есть крыша у нас шифер как я вам говорил коньки все присутся тот уже второй сорт винограда так поспел интересно нет а здесь вот он мой розовый мне он понравился очень вкусно а это знакомьтесь это рыжик да рыжик ты мой хороший ну такой белый пушистый но он короче если схватит мне сказали кусается еще как боится меня чуть-чуть здесь у нас слюна яма друзья пока вот пока помню пока при памяти я не могу сказать точно размером не собственники не сообщили единственное что я них узнал потому что меня это интересует я задал вопрос как часто выкачивать они горят никогда то есть все это уходит землю никаких проблем нет все рыжик солнышко не буду тебя дразнить отсюда есть калитка на хвост двор можно отсюда пройти вот и можно и оттуда вот еще одна калитка есть на хвост двор еще раз покажу вам эту красоту вот такая красота вот такая красота какой же он вкусно реально я попрошу скажу дайте мне пожалуйста в дорожку все ребят по летней кухне ну давайте зайду ладно это забор у вас уже с соседями получается вот этот металлопрофиль и вся территория заметить здесь все забетонировано это конечно здорово окна металлопластиковые на две позиции открывания но если надо будет там что-нибудь замазать какую-нибудь трещинку и так далее в гости к соседу зайдете попросите он вас пустят соседи здесь вполне адекватно и очень хорошие собственно говорит вообще проблем нету по своему опыту друзья скажу что в деревнях люди как-то покрепче по милосерднее по как-то полегче с ним что ли общаться ну пару да вот трещин именно над окном не вот смотрю здесь уже запенивали то есть все что нужно будет здесь сделать друзья это конечно заделать эти трещинки для того чтобы влага туда не попадал под навесом у нас есть вот такое вот место здесь можно спокойно поставить каких-нибудь два кресла небольшой столик кофейные и по утрам получать удовольствие сидя на чистом воздухе как говорится попивая свой любимый кофе йог или чайок здесь у нас получается такой прекрасный полисадник отмазка друзья по ширине у нас сантиметров ну 50 наверное есть точно так смотрим на стену друзья здесь это вот пристройка чист тоже кирпично здесь все в порядке вот под окошком небольшая такая маленькая маленькая трещинка легкая вот в целом еще раз говорю вот кладка достаточно хорошая здесь система спутникового телевидения крыша шифер я вам говорил единственно что да потом со временем можно будет сделать водостол конечно чтобы вода была как можно дальше именно от фундамента было отлично замазали ее здесь то же самое вот надо будет заново замазать электрический счетчик друзья подходим к нему здесь жила пожилая бабушка понятно это в наследство досталось детям вот ну бабушки не сильно как говорится да у нас профессионалы для того чтобы замазывать тот как смогла она так и замазала расстояние но мы видим да здесь у нас чуть чуть пошире там положено в самом узком месте больше метра будет это точно вот пластиковые окна на две позиции открывания в целом все над окном все чисто аккуратно под окном да вот именно под окнами и встречаются здесь в этом доме трещины просто-напросто свободное время раз вышло на готовили чуть-чуть раствор чека быстренько все замазали и все то есть тут нету такого что врушится стена там угол там проседает и тому подобного такого здесь нету друзья что паники у вас не было но водосток лучше сделать вода чтобы близко даже не подходила фундамент здесь у нас заросли я спрашиваю малина мне говорят малина да вместе очень темные на ежевику смахивать малина эти попробую дайте ка я попробую там где у нас малинка малинка сейчас некоторые скажут любит ты чё приехал кушать ролик снимать ну шеф останавливаться смотрит какие-нибудь там аппаратуру глава грампластинки так далее я вот подкармливаю себя газовый счетчик друзья здесь находится над окном вот над окном есть трещина и вот раз два и три причин ки с этой стороны я здесь давайте попробуем малина она колючая но мы пробрались вот вот они вот они вот видите под окошком одна вот здесь одна и вот здесь одна где-то до половины доходит надо к вам я вам показал все друзья путешествуем дальше но отмазка здесь также широко около полуметра ну место для огорода вполне можно сделать все сладкая малина очень приятно так идем 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 какие красивые цветочки наш очень понравились приятные пойдемте посмотрим что у нас на хоз дворе участок проглядим и уже после этого вернемся смотреть доме ну у нас по пути друзья старый гараж потому что у нас есть еще там большой гараж и потом покажу вот это не настолько капитальная постройка это все таки такая знать вот деревянные бревна вот и как бы шифером все закрыто щелями и так далее но чисто для хранения чего-то вполне бетонные полы здесь все видим на принципе машина можно загнать ну что друзья давайте посмотрим что у нас по высоте на въезд я сейчас замерю одну секундочку метр 85 высота на все идем далее давайте отсюда покажу кстати это друзья второй вход в дом вот так вот вот так вот выглядит дом двор и кухня хотя честно говоря кухня это тоже не назовешь там две жилые комнаты вполне может к там кто-то жить две комнаты такие достаточно большие отопление свое собственное так что друзья давайте так два жилья да здесь у нас получается подземное хранилище для воды ну бассейн называли люди по-простому раньше когда были перебои то есть люди заполняли водой машина подъезжала шла нам все это заполнялась и отсюда люди брали воду вот как то так есть подсобное помещение чуть попозже обязательно тоже зайдем посмотрим это пристройка кстати в дом здесь у нас видимо такая под окном есть небольшая трещина вся территория двора забетонирована вот как то так ну что друзья вот она вторая калитка давайте заходить смотреть что у нас есть потому что там у нас бобик который может не дать нам покоя и укусить даже здесь еще один песик такую лапочку сидит но безвредно водичка у нас здесь есть так что если что поливать наполнить воды никаких проблем с левой стороны сразу у нас погреб друзья ну что давайте спускаться как говорит шеф старостный радость шучу здесь просто такой вход такой не сильно высокий поэтому приходится буква изю согнуться для того чтобы зайти ну пожалуйста зашли что сразу скажу полы сухие по площади около 6 квадратных метров вот на прошлом ролике тут все было заставлено банками уже все по ходу съели вот тут банок 6 на на стал 7 джем этом или варенье и все но в целом тут у нас все забетонировано металла целая куча но с этой стороны у нас стеллажи получается можно свои сделать полочки вот здесь у нас получается вот такая вот полка со стеллажами и вот здесь есть крепление тоже можно есть что поставить в принципе друзья самим собрать то можно можно деревянные можно металлические и пожалуйста будет у вас место для хранения как говорится вкусняшек около шести квадратных метров по высоте потолка а и он тут высокий друзья сразу скажу где-то 242 нет 240 в руку 225 230 вот где-то так в этом районе все идем 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 подниматься конечно полегче вот и выходить будет полегче вот а заходить конечно немножко тяжело немножко но это я уже старпер 47 как говорится молодые заскочат и выскочит вот я вам показывал с этой стороны территорию это вот у нас пристройка шов это не трещина друзья чтобы не думали ничего плохого шов отмазка везде присутствует это уже у нас границы с соседями ну вот взглянули на домик и с этой стороны продолжаем дальше ну а дальше у нас тоже кирпичная постройка друзья что у нас есть здесь здесь у нас наверно курятник водичка для курочек добротное такое помещение хорошим капитально сделано закрываем вот тут у нас баски для свиней видимо свинюшек держали здесь до деревянный но дерево в хорошем состоянии друзья можно смело еще пользоваться вот что у нас позади позади у нас туалет я так понимаю везде вот отмазка она также служит дорожкой по толщине на нас сантиметров около 10 приблизительно так туалет как я часто говорю если жена выгонит здесь можно жить но он большой друзья стены по штукатуре на покрашены деревянные балки в хорошем состоянии крыши шифер вот и вот такой трон присаживайтесь корону можно сделать железное если что рассмотрелся рубик фильмов здесь тоже для цепля так может для кого-то для другой птицы чтобы друг с дружки не подрались они когда все 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 убегает от меня с этой стороны у нас тоже ну что-то типа так сейчас открою секундочку тоже можно и для птицы допустим отдельно утки отдельно куры можно под фуражку зерно хранить как вы уже как говорится надумайте может вы не захотите вообще держать животных у нас этой стороны вот такие металлические здоровые ворота правда подъема нету чтоб машина заехала надо будет делать вот такой гараж гараж просторный большой балки очень хорошем состоянии полуна забетонированы единственно здесь не рыли яму собственники они сказали что вдруг вдруг там решимся на то чтобы сделать яму смотровую вот просто уложили кирпича и все а так в целом можно сделать хорошую я самому тормоза чинить на пенсии как говорится что делать правда а то сейчас приедешь вы стол сделаю что-то и ты не знаешь хорошо они тебя сделали или плохо так что у нас по высоте на въезд давайте сейчас замерю скажу так давай ну почти два метра вот два метра здесь друзья вот ну что то так на давайте так что точно сказать вам 30 метров 30 сантиметров нужно сделать будет либо забетонировать въезд гараж если конечно понадобится на под гараж можно и под бизнес и по что угодно вот друзья помните до погреб мы отсюда начали на наше путешествие что у нас за постройки здесь это тоже друзья курятники то есть как бы нет смысла в каждый из них заглядывать деревянная постройка то есть для птицы для того чтобы держать птиц я не могу сказать что они прям в идеальном состоянии ну как бы прослужит еще какое-то хорошее время тут возможно для воды а возможно для зерна вот ну это же закуточек под птицу все с той стороны у нас собачонок сидел вот то есть ну сам хозяйственный двор он огромный видите место для выгула птицы просто много просто огромнейшее количество место вот с этой стороны металлопрофилем забор сделан ну еще раз говорю раньше люди видите как там индюков держали и гусей и уток и кур чего только не держали да и индоутки и так далее так далее это соседние территории у нас получается дерево растет тутовник большой вот и как раз пожалуйста на вашу сторону свисает тень для будет для птицы старый туалет его можно убрать вот в принципе такая огромная территория под ваш хоз двор печка какая-то смотрю здесь у нас слива есть есть груша дичка вот это мы с вами уже входим на территорию сада и огорода есть несколько деревьев тоже соседской стороны абрикоса ну как жир дела мы называем это дикий абрикос он очень хорошо подходит на джем и на варенье но в отличие от культурного абрикоса он чуть поменьше и послаще наверное то есть абрикос культурный он такой вот баланс идеально между сладость а этот немного послаще конечно хотя тоже очень вкусно так что у нас тут груша кизил два дерева груз груш много да вот две сливы черешня вот что у нас здесь сейчас приду посмотрим так ну не знаю друзья вот это что это по листикам не могу ближе к абрикосу да похоже на абрикос то же самое абрикос 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 слива что еще у нас есть мы с вами путешествуем смотрим все деревья орех грецкий здесь у нас на сливу похоже по листьям могу ошибаться друзья вот здесь у нас грушовое дерево еще один орех это яблоня 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 это здесь вот такая вот небольшая грушка грушка небольшая хотел лопнуть она она ну еще видимо не поспела часть желтые почему-то там уже букашки до них добрались да да вот она созрела но букашки тут уже побывали я что-то хочу только грушу покушать они мясо с ней яблоко растет целых два до шучу друзья мне уже свое от пахали вот пожалуйста то есть урожай как таково если последить вовремя за деревьями обрезать урожай будет хорош все друзья так ну давайте отсюда покажу чтоб не выходить на всю территорию я с высоты вам показал именно сам участок до коптером пролетел два больших грецких ореха вот вот это ваша граница вот так вот аж до посадки тут метров пятьдесят шестьдесят наверно будет ну и вот они стал бы идут вот сзади этих двух деревьев вот она яблони в конце позади нее вот они стал бы точно так же идет вот прямой участок ребята он реально прямой большой хороший то есть если что здесь можно спокойно-спокойно допустим скажите теплицы поставить выгул выгул сделать для животных если планируете держать то есть место здесь много ну церкви как говорится посеять держите животных ну как еще раз говорю я не буду указывать я просто так вот слух разговариваю для вас а вы уже выбираете яблонь кого тоже вот это дерево спилить надо и вот здесь вот она уже дохлые два деревца еще раз говорю да женщина умерла уже понятно дело последнее время не следил у алча алча такая темная темненько попадала много ну давайте попробуем на вкус правда очень приятно на вкус очень приятно сейчас она еще в тени холодно прикольно очень прикольно очень вкусно алча друзья не пожалеете давайте вот так вот еще раз участок то есть вот так вот он идет и по границе большой здоровый огромный вперед вы уже надо соскучились когда что нам покажешь дом сейчас друзьям еще во вторую постройку зайдем вначале но кликуху мы ей уже дали летняя кухня вот но еще раз хочу напомнить друзья что она отапливаемая там есть две жилые комнаты там есть кухня там есть санузел в доме санузла и кухни нету вот поэтому если допустим две семьи то ну пользуется придется как раз общей кухне и ай бедняга забегала забегал прям такое ощущение что я сейчас на суп пущу все ну что вперед по жилым комнатам пройдемся посмотрим так света добавляю какая лопата вперед металлическая дверь нажим замок заходим сейчас вспоминаю до глеба жеглова на там или откуда это гоша он же жора уже ну ладно а москва слезам не верит вот кухня она же котельная она же прихожая все друзья немножечко так подтрунил посмеялся вот там санузел чуть попозже посмотрим так давайте смотреть что у нас здесь для начала полы деревянные вот здесь у нас получается линолеум сверху здесь получается газовая плита на 4 комфорте и также у нас раками что у нас по воде вот напор довольно таки хороший по воде пробуем ребят вода без привкусов я ничего не почувствовал может быть может быть слегка слегка соль может быть еще раз говорю может у меня сейчас чуть не так с рецепторами мне так показалось потолок и стены у нас полностью обшиты пластиком что у нас по высоте сейчас я достану приборчик свой и мы сверканем и замеряем два метра два метра высота теперь по площади поехали так по длине у нас будет 426 по ширине так 250 и того почти 11 квадратных метров это конечно хорошо полы на полу постелен линолеум стены обшиты пластиком потолок также обшит пластиком вот они деревянные балки вот ну и дальше как бы в комнатах видно и будет здесь у нас получается одно но она у нас глухое металлопластиковый пластиковый подоконник откуса можно потом со временем пошпаклевать все покрасить здесь у нас находится котел также напомню друзья что в доме свой котел здесь то есть один котел здесь отапливает вот эти вот два по 2 к 3 4 комнаты вот и один котел отдельно тонны вот как то так здесь у нас супер пупер расширительный бачок друзья да так вот у нас россия это страна талантов вот и одно большое окно у нас есть вот такой вот форточка открывается на две позиции проветрить пожалуйста москитная сетка есть вот тут у нас розетка и выключатель освещения вот такой вот один из квадратов это ваша кухня даже столовая вот как то так холодильник если что можно здесь поставить место шкафа а гарнитур как-то по-другому продумать все это все друзья комнату я вам показал давайте с этой стороны еще раз вот так вот покажу начиная от газовой плиты буду показывать вот как то так все и снизу вверх чтоб вам было видно понятно все все идем далее далее санузел он не очень понравился в каком плане друзья в том плане что очень просторная комната реально очень просторная по высоте будет мне кажется даже пониже сейчас замерим тоже обшит потолок пластиком по высоте метр девяносто семь ну чуть чуть дзюдь 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 пониже вот стены у нас выложены вся кафельной плиткой видим и два окошка как мы смеялись собственником подглядывать оттуда с той комнатой за тем кто купается я шучу здесь у нас получается ванна вот она такая новенькая свеженькая раковина красивая аккуратненько здесь у нас унитаз радиатор металлический место для стиральной машины к ней все коммуникации подведены его даже электричество есть ну и более более в друзья я не рискнул предположить может литров на 50 электрически все ну и есть вот у нас окно окно у нас получается на две позиции открывания также сетка стоит проветривайте на здоровье пластиковый подоконник так откосы у нас надо будет даже поклевать это все выравнивать как говорится дело что все было очень аккуратно все вот радиатор стиральная машинка ну все самое необходимое вот этот угол видеть еще даже свободен микроволновка тут моется вот такой вот у вас есть санузел все идем далее чересчур сосредоточился что наш чуть а тут у нас друзья уже пошли жилые комнаты сейчас найду выключатель тогда нас на будет свет полы давайте начнем с полов полу нас также деревянную нас постели линолеум лентуса присутствует то есть все очень починно на стенах обойки но обойки 1945 года я шучу вот то есть да надо будет поменять ну опять-таки к тачек покупает даже ли он всегда обои как говорится под себя уже выбирает тут у нас даже они отклеились немножко ну вот такой вот вот такая комната три окна здесь присутствует одно у нас вот этим кто купается подглядываем два окна у нас выходит получается на во двор да вот двор на дома не смотрят форточка здесь присутствует то есть проветрить можно место есть для сплит системы если что поставить не проблематично здесь у нас как раз система отопления радиатор металлические пластиковые трубы новое отопление провели не совсем новая но в принципе как бы но видно что когда дом кухни это строилась то есть здесь были видимо металлические трубы здесь провели уже как говорится новое отопление так давайте быстренько стрельну что у нас почем какие размеры и так далее так по ширине у нас получается 346 по длине у нас 328 11 с половиной квадратных метров высота потолка здесь смотрим два метра два метра вся друзья эту комнату давайте вот так вот еще раз со входа покажу панорамой а вы посмотрите две деревянные балки видны ну голову не заденетесь вы если вы не конечно двухметровый человек тогда заденете так еще у нас одна комната как я шучу знаете там для маленьких бабушек замерили бабушку сделали так проход чуть выше роста бабушки и все заходит оператор с агентства титул и башкой ходыщ и все здесь у нас тоже два окна а значит это окошко у нас кухню бру а вот эти два как раз вам можно сделать либо занавесочками закрыть это все бабушка одна жила за не как говорится подглядать некому было друзья я шучу просто так для поднятия настроения вот как то так стены у нас также поклеен обоями до выравнивать их надо будет поклеить заново обои гипсокартоном есть что это не проблематично видимо для дивана есть место и спальное место радиатор отопления вот и здесь у нас телевизор бабушка отдыхала смотрела двойная розетка пластиковые окна пластиковый подоконник полы все то же самое но мне радует что вот такой хороший линолеум красивый не не лишь бы дешевку взять и все вот и как бы принтуса везде вот это тоже радует так по ширине по по длине у нас 363 по ширине так 328 12 квадратных метров тоже две балки видим на потолке пластиковая плитка все сделано поклеено в принципе вот как-то так достаточно хорошая комната по размерам и спальное место и диванчик посмотреть телевизор вот кофе че плюшечки попить и так далее вперед идем уже смотреть дом друзья и так вот в этом в этой постройке у нас есть кухня есть санузел кухня-столовая и две жилые комнаты вперед все рыжик сложился рыжик мой хорошее солнышко мы все друзья там была одна у нас комнатка перед тем как зайти в дом я вам ее покажу вот она это рядом со вторым входом и и кстати если что можно попробовать как говорится под санузел принципе для санузла конечно тут все достаточно места опять кто-то за вами будет подглядывать земляные полы вот отсюда у нас вход так закрыто пошли с центрального пробиваться вот 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 идем 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 три ступени как мозаика делали плитка можно будет конечно потому-то все облагородить еще раз говорю это все вопрос времени заходим друзья металлическая дверь такая тяжелая крепкая один замок такие вот я даже не знаю как это назвать налить обналичка что ли такая просто круто так ну что здесь у нас полы забетонированы и выложены плитки это у нас пристройка друзья вот и тут обшиты потолок обшит пластиком вот а стены у нас получается покрашены по штукатурены покрашена сама площади если закроем около четырех квадратных метров есть большое окно она у нас глухое но фактически получается свет благодаря окну здесь присутствует даже без лампочки здесь светло розетка выключатель уличное освещение свое освещение вот небольшая отричина над окном присутствует далее у нас как бы два окошка и пластиковая дверь без без стекла заходим здесь у нас друзья уже полы деревянные и тут у нас постели линоле до дверки открыли давайте закроем покажу вам это я вам говорил второй вход здесь у нас котельная находится давайте сразу покажем и можно если что сделать проход в туалет отсюда стены поштукатурены побелены лаз на чердак просто сама дверка простенькая деревянная здесь вот у нас котел котел такой до виды повидал но еще раз без электричества не сдохнет будет работать вентиляционный канал в принципе ты это понимаешь что-то расширительный бак бачила так давайте отсюда покажу саму комнату такая комната так здесь у нас получается пластиковая плитка на потолке поклеены сделано такие пластиковые скажите как их называть плинтуса с этой стороны у нас получается раз два окна они выходят на хост двор это окошко у нас глухое вот это окошко у нас открывается и здесь еще одно окно есть друзья то есть в целом такая светлая комната дано не отапливаемая но провести суда отопление вообще не составит труда и у вас будет вот такая вот веранда что ли сказать можно сидеть зимой попивать чаек кофеек общаться болтать здорово на стенах обои поклеены но они тоже уже говорят пожалуйста переклеите нас все откосы я посмотрел по окнам они чистые то есть тут нету плесени там грибка и так далее полы все сказал ленорм постель счетчик вот еще один дублирующий видимо и здесь у нас розетка вот как бы можно зайти получается отсюда можно зайти с участка или выйти на участок а дальше уже в проход сам дом ну что друзья заходим сейчас я разуюсь не хочу пачкать ничего так секундочку я включила освещение о заработал ну что друзья в начале мы с вами попадаем в гостиную вот такая просторная комната квадратов 16 она будет сейчас мы давайте замерим посмотрим что у нас так 386 так и здесь у нас будет четыре метра чуть-чуть не хотела 15 половины чуть-чуть друзья по потолку смотрим потолок у нас 2 метра 71 сантиметр вот как то так по стенам друзья у нас стены обшиты пластиком пластику хорошем состоянии вот здесь единственно по цвету видимо что-то стояла шафанеры или что-то закрывалась чуть-чуть выгорело разница два окна присутствует оба одно окно выходит у нас получается вот в эту прихожую вот а вторая второе окно уже вот во двор она тут открывается кстати здесь окна чистые откос у нас деревянные покрашены и пластиковый подоконник под окнами у нас трубы отопления полы также деревянные постели на линолеум плинтуса здесь уже деревянные смотрю вот давайте отсюда так вот покажу комната внушительно довольно таки такая просторная потолок у нас поклеим потолочной плиткой и тут вот можно люстру повесить нашу дальше друзья у нас еще одна большая комната на кстати изолирована так что если что здесь можно сделать хорошую спальню хотя четыре окна друзья это конечно же ну всегда делали зал вот ну как знаете из по проекту называем по простоте кубанец когда все комната делаются вокруг печки одно окно у нас здесь открывается на две позиции открывания здесь у нас глухого окошко здесь два окна глухие эти два окна выходят во двор вот все то же самое друзья пластиковый подоконник здесь откосы тоже у нас деревянные покрашена все вроде нормально чин по чину трубы идут по двум стенам прямо под окнами одну розетку я вижу здесь между окнами вот как то так кстати я забыл включить освещение друзья хожу болтаю умничаю вот вот такая комната давайте покажу такая комната потолок тоже у нас поклеен потолочной плиткой вот так вот так вот так вот так вот так вот ну и давайте с этого угла тоже немного здесь вот у нас и диван идите помещается и шейфа нир просторная комната давайте замерим да вам же наверняка уже интересно какая что площадь как замеряем по ширине 399 вот здесь здесь может и будет 16 так и по длине 397 15 886 но почти 16 друзья почти 16 полы у нас также линолеум видим да вот еще раз прокачусь панорамкой и идем дальше а то те комнаты на заждались уже плачет говорит зайди покажи пожалуйста нас а то все большие да большие показываешь ну и отсюда еще раз друзья на прощание шуфы немножечко так сориентироваться по площади ну и здесь у нас две комнаты одна из них у нас получается проходная вы ее можете сделать под гардеробную там как говорится освободить жилые комнаты да и соответственно как говорится все шкафы суда потолок у нас также поклеен прибив потолочной плиткой но высота друзья позволяет спокойно здесь сделать натяжной потолок бригаде для этого вот все комнаты там понадобится максимум один-два дня стены у нас также обшиты пластиком ну вот бабушки нравилось так у нас дверка тут деревянная со стеклянной изставкой полу нас также деревянный поклеен линолеум поклеен положим линолеум простите все уже начинаем потихоньку тормозить лампочки не включая кошмар какой-то что такое и вы мне не напоминает здесь у нас получается окошко открывается на две позиции деревянная деревянные откосы смысле окошко металлопластика и рядом с ним прям припряталась сразу розетка вот пожалуйста трубы отопления по этой стене проходит сейчас я включу осыщение друзья вот как ты так вовремя главное исправиться правда так вот показать нас и отсюда так снизу вверх медленно так ну что как говорится вам у вас заинтересует сейчас у нас размера так по длине у нас получается 435 что у нас по ширине по ширине у нас два метра и того ну почти девять квадратных метров это хорошо ну и последняя комната у нас осталось да так давайте тоже сразу кстати размеры замерим посмотрим что у нас по длине 355 по ширине два метра и того семь и один квадратный метр все полы здесь также друзья постелем линолеум деревянный пол небольшая ступенечка где-то но сантиметров шесть-семь приблизительно металлом обшита трубы отопления идут по двум стенам и одно окно у нас есть большое потолок у нас также поклеим потолочной плиткой стены обшиты пластиком выровнена таким образом одна розетка у нас здесь находится и здесь у нас друзья окно на две позиции открывания также видим пластиковый подоконник откосы у нас как всегда деревянные масляной краской покрашены ну еще раз не каких признаков грибка и так далее это окошко у нас выходит на улицу тут у нас спальное место это уже вот на чемоданах забирают вещи все люди вот такая вот комнаты опять я забыл включить свет ой ну ничего сейчас включу давайте вот друзья не сильный прибавилось напрасно переживал вот такая вот у нас есть спальня все друзья все комнаты в этом доме я вам показал то есть у нас получается одна спальня можно и это сделать под спальню только это будет проходная комната дальше здесь у нас получается одна большая гостиная там у нас получается отдельно изолированная комната почти 16 квадратных метров можно и под зал можно и под спальню все зависит от количества членов семьи дальше у нас такая веранда там у нас котельная и можно сделать санузел в той части чтобы не беспокоить не ходить туда кухня единственно здесь не будет хотя здесь можно и вот здесь чем не придумать такое это уже друзья как вы захотите с электроплитой тогда все все комнаты в этом доме я вам показал дорогие друзья уважаемые подписчики мы с вами посмотрели дом посмотрели территорию вокруг дома я думаю вам обзор понравится я старался всей души подробно рассказать показать все но давайте немножечко обобщим дом 67 квадратных метров вот участок если не ошибаюсь 30 соток до 30 соток дом находится по адресу школьная 92 друзья это у меня память слабая в описании к этому ролику будет указано и подробный адрес и телефон собственника и площадь дома площадь земельного участка телефон ну и телефон конечно и ватсап менеджера ольги сидневой то есть какие то вопросы вы можете прозвонить задать и соответственно как говорится получить дополнительную информацию по как говорится по этой усадьбе до 2 до 2 домовладения у нас получается две постройки точнее говоря 1 кирпичный вот этот дом он полностью кирпичный дом крыша шифер окна металлопластика на две позиции открывания в самом доме у нас получается прихожая небольшая пристройка далее у нас получается как вот коридор веранда что ли как вот холодный коридор веранда можно сделать кстати там отопление сделать как гардеробную и как вы уже захотите друзья вдали прямо у нас находится котельная и второй выход то есть если хотите прямо на участок выйти никаких проблем далее вход в жилые комнаты это у нас большая гостиная огромная вот ее можно превратить зал есть еще одна большая такая же комната почти 16 квадратных метров конечно четыре окна было бы здорово ее использовать под зал но она изолирована ее можно если что использовать и под спальню ну и как бы сбоку у нас есть две комнаты одна из них проходная тоже можно использовать под спальню либо под гардеробную и еще одна изолированная спальня в доме сделан на ремонт там стены обшиты пластиком аккуратный чистый пластик полы у нас везде деревянный постелен свежий линолеум вот а потолок у нас обшит поклеена биф потолочной плиткой окна я вам говорил металлопластиковые отопление от котла кстати во второй постройке это кухня кухня там санузел и две жилые комнаты там тоже свой котел стоит то есть как говорится два раздельных котла отапливают каждый свое как говорится свою постройку в этой кухне ну летнюю кухню мы ее так вот назвали потому что на самом деле там не только кухня там еще санузел просторный там и ванная и унитаз и раковины стирально все помещается еще много места и две комнаты но в среднем по 11 12 квадратных метров приблизительно то есть там тоже можно жить это отапливаемые комнаты вот есть подвал есть два гаража один из которых можно там под сарай допустим использовать что еще курятников огромное количество свинарник отдельный большой хоз двор отдельный сад и большой участок под огород так что друзья земли тут много можете и выращивать животных можете и сделать сад или наоборот там теплицы поставить как угодно да этот дом как бы в основном подойдет либо для пенсионеров которых как говорится государство и дети заботятся и нет смысла искать работу куда-то ехать и так далее хотя и здесь люди находят работу то есть сельскохозяйственные предприятия здесь тоже есть можно поработать школы есть магазины есть как говорится и продавцом и так далее можно съездить новоалександровск как говорится там поработать вернуться обратно маршрутные такси ездят отсюда и в новоалександровск и красногвардейская вот как бы основная информация двор еще забетонирован забор вас видите металлопрофиль целом неплохой вариант для сельского домика мне кажется очень хорошо так что друзья еще раз хочу напомнить что если вам этот дом понравился вы можете позвонить внизу будут ссылки на все как бы все данные об этом домике кроме того друзья внизу будут также ссылки на все рекламные площадки нашего агентства то есть если вдруг вы захотите купить дом в другом крае там краснодарском или в другом районе ставропольского края в ростовской области вы можете прозвонить там будет указан ватсап и номер телефона нашего менеджера ольги сидневой прозвоните она с удовольствием подберет для вас жилье по вашему вкусу по району по кошельку вашему по количеству конок по близости речки перечислять могу долго друзья звоните она с удовольствием вам в этом поможет все друзья я на этом буду заканчивать спасибо что досмотрели до конца вы выслушали меня до конца друзья может быть для кого-то кажется что я много говорю и слишком медленно показу я знаю что были как говорится вот такие комментарии до наших подписчиков они говорят помедленнее воде чтобы мы все увидели досконально и так далее ну да я их понимаю ведь те люди которые реально хотят купить дом они просто знаете есть у нас подписчики которые смотрят нас как сериал то есть николая солнцикова операторов они говорят а мы там сядем вечерком просматривать для тех которые как сериал смотрят может да я такой зануда сильно долго объясняю для тех кто хочет купить дом они всегда будут смотреть все очень внимательно досконально и так далее поэтому друзья вот пытаюсь как бы угодить все-таки покупателям спасибо что досмотрели надеюсь чаек кофе у вас еще остались с плюшечками хватило на просмотр я попрошу вас об одном поддержите нас пожалуйста лайками подписывайтесь на наш канал если не сложно оставьте свое мнение об этом доме в комментарии всего вам доброго до новых встреч до свидания